Если будет настроение, ультрамариновые крыши я, может быть, даже опять начну писать. Потому что настолько там тонкий, исчерпывающий свет. Тень ультрамариновая такая, освещенная часть ультрамарина, она уже золотая. Я на этом хочу и ограничиться, на своем туристическом впечатлении, как живописца. По-моему, этого и будет пока хватит. Не хочу я вникать в китайское. Хорошая живопись, хорошие мотивы и настроение передано прекрасно. Так что дай Бог. Не, но я хочу сказать, что все-таки, как бы то ни было, это все произвело востоком и Китаем. Дело в том, что я заметил уже последние несколько лет потрясающий интерес во всем мире, вот как было во времена импрессионистов увлечения востоком. Сейчас тоже идет какое-то повальное увлечение востоком. И судя даже потому, как много вышло книг на Западе известных авторов, которые просто руководствовало владение техникой китайской живописи. Вот то, что ты отрицаешь, тем не менее оно здесь присутствует, как некая идея, очень глубинная философская идея востока. Потому что, как бы то ни было, здесь чисто китайские пейзажи. И они так или иначе какие-то ассоциации с традиционной китайской живописью вызывают. Поэтому очень мне все это понравилось. И твоя такая позиционная отстраненность, она все-таки, мне кажется, неким лукавством. Потому что ты все-таки попыталась в этот дух китайский проникнуть. Это не просто поверхность, это есть еще и какая-то внутренняя глубина. И то, что сейчас через вот это мастерство древних китайцев, сегодня человек может очиститься, стать выше, прекраснее. Мастерство древних китайской живописи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok